Азия? Нет, там точно Азия, и я так и напишу в своей книге. Это не Азия, это другой континент. Я не слушаю, там точно Азия. Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Утопия Шоу. Это мифы, в которые мы верим. Посмотрим, что мы там верим. Это вторая часть, кстати. Классику смотрим, которую я не смотрел в свое время почему-то. Седьмой часть начинал, вроде как. По имени Добряк. Ага, добрый дельфин. И других дельфинов, и всех людей. Классный, хороший дельфин. Он никогда, никогда, никогда никого не обижал, потому что знал, что они друзья. Он очень любил плавать. Однажды он плавал, 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 и умер от старости в открытом море. Какая глубокая мораль. После прочтения данного произведения я понял, что нам необходим новый выпуск мифов, в который мы верим. Потому что дельфины на самом деле не такие добрые. Да, они вообще-то злюки еще те, ребята. Дельфины, они как люди. Дельфины. Когда мы говорим дельфины, мы в голове представляем дельфина Афалина. И сегодня мы поговорим о нем. Но для начала напомню, что же это за милое создание. Вдоль берега он плавает, среди волн он скачет вверх. Я люблю тебя, дельфин, таким, каков ты есть. А какой он, дельфин? С подвохами. Дельфин с подвохом. Мы любим мультик Флиппер. Мы смотрели кучу фильмов, где эти милые создания показаны. Дельфины действительно умны, очень обучаемы и игривы. Только вот мы, кажется, стали забывать, что это хищники. И после того, что я вам сейчас расскажу, скорее всего, вы поменяете о них свое мнение. Это дельфин, а это детеныш морской свиньи. Смотрите, как они резво играют вдвоем. Только вот морская свиня почему-то не смеется, потому что она умерла. Дельфин ее убил. Специально? Может, случайно? А может, просто играл и переборщил, и теперь плавает и сожалеет о своем поступке? Вот исследование, которое говорит, что большинство морских свиней, найденные мертвыми в северо-восточном побережье Шотландии, имели признаки нападения дельфинов. У них были внутренние и внешние травмы. Но причина этого месива остается неясной, ведь они друг другу не враги. Они ими не питаются, а просто убивают. Но кое за что все-таки можно зацепиться. Как вы уже заметили, морские свиньи внешне очень схожи с дельфинами. И тут подходит еще один ужасный факт. Дельфины убивают своих детей. И далеко не потому, что не хватает денег на учебу в хорошем колледже. На это тоже есть исследование. Смысл в том, что как только самка теряет младенца, она опять готова к новой беременности. Дельфины-самцы убивают младенцев-дельфинов, чтобы еще раз самку. Это какая-то дичь. И так, вернемся к нападению на... О, мои дельфинечки! Блин, насти вороже, ребята, мне нравится, класс! Во! Лайк! Есть мнение, что дельфины пудают младенцев разных видов и убивают вообще всех подряд. И дельфинов, и морских свиней. Это гребаные маяки. В 2002 году было опубликовано исследование, которое говорит, что в 1997 году на пляж Вирджинии было выброшено много мертвых молодых дельфинов. У них были переломы ребер, разрывы легких, укусы, которые совпадают с зубами взрослого дельфина. В общем-то печально. Вот как они это делают, и это уже совсем не смешно. В августе 2013 года ученые наблюдали, как рожает самка дельфина, и через 2 минуты на малыша уже напали и хотели убить его. Вот снимок, как мать вытаскивает ребенка из воды, чтобы он смог дышать. Сейчас, к сожалению, неизвестно, что с ним стало, но велика вероятность того, что от него просто отстали, ведь со временем атаки прекращались. Будем в это верить. Ученые говорят, что самцы перед рождением были поблизости, как будто ждали этого момента. Жуткое дерьмо. Есть даже видеозапись. Да, это жуткая дичь. Вот такие вот дельфины, ребята, вот такие вот. Мы можем понять, зачем они так. Мы не можем залезть к ним в голову, мы же не дельфины. И спасибо за это, не хотелось бы, чтобы меня родить. Вот поэтому существует такая вещь, как гуманизм. Поэтому мы должны, люди, быть умнее, чем даже дельфины. Да, да. Надо быть хорошими, добрыми. Плохих людей не надо. Дельфином-убийцей, как любят говорить в прессе. Но он на самом деле убил человека. Он подплывал к берегу каждый день, тусил с людьми. Они радовались, даже иногда переходили границу, пытаясь его пивом напоить. Ммм, интересный факт. В 1994 году тоже было много... И каков исход? У одного сломаны ребра, другой убит. Жесть, напоили. Разозлили дельфинчика. Далее, в 2014 году дельфин дважды нападал на человека. Вот смотрите, дельфин по имени Дасти бьет женщину на пляже. А вот он же не дает женщине доплыть до суши и пинает ее. Вот он и дельфин. Думаете, в воде сложно ударить сильно? Как бы не так. Действие могут, они, простите, плавники, они могут разгоняться до хорошей скорости. Причем у них довольно острый этот их... Ну не клюв, а вы понимаете. Есть переломов позвоночника. Три сломанных ребра. И повреждено легкое. Вот что с ней случилось. Ее зовут Валери Рьян. И она никогда не могла подумать, что дельфины способны на такое. Но она не держит на него зла. Все-таки хищное животное. А мы недооцениваем опасность. В общем, если вкратце, были случаи как в дикой природе, так и в парках. Так что будьте осторожны. Если вы, как и я, всегда хотели поплавать с дельфинчиками. Сейчас уже не особо хочется. Еще один интересный факт. Да не более в парках, только где же дельфинов, бедные животные. Дельфины мужского пола могут собираться вместе. Но и в парках эти, которые... Как они называются, я не помню. Заткуются применять физическую силу. И все для того, чтобы заняться с ней этим самым. В покер поехать, в покер. И все, что я сейчас сказал, можно назвать одним словом. На... Но тут все сложнее. Для нас это звучит как на... Да, но мы не дельфины. И мы не знаем, что чувствует самка дельфина в этот момент. Может, она вообще кайфует. Но, скорее всего, нет. Странно пытаться сбежать, когда тебе что-то нравится. Тем не менее, если в гугле вбить дельфины на... Мы найдем очень много историй. Являются ли они правдой? Бесспорно, они так поступают. Но насилие ли это? Джастин Грег, ученый, изучающий общение дельфинов, рассказывает, что насилием это нельзя назвать. Ведь по сути самку не насилуют, а такими действиями принуждают выбрать именно себя для спаривания. Как по мне, один хрен. Но я не ученый, и разница действительно есть. Принуждение, а не... Назовем это так. Серна отстойно. В прошлом выпуске вы говорили, что акулы не такие, как мы о них думаем. Но вы должны понимать, дельфины, конечно, безопаснее акул. Но мы воспринимаем их как добрых зверушек. А поэтому не ждем от них укуса или удара. А нужно ко всем хищным животным относиться с осторожностью. Слышь, вчера гоняюсь за рыбами. Завнали в тупик. Вот они тупые. Тихо, люди прут. Мы такие хорошие, мы шамы от хорошей умения. Мы дельфины. Опа, морская свинья. Помните же мультик Флиппер и Лопака? Так вот, в реальной жизни он бы назывался Флиппер и Лопата. Дельфин бы хладнокровно всех убивал на острове, а потом собственноручно закапывал. Основанно на реальных событиях, нескоро во всех кинотеатрах. А еще они со своими детьми. Все, хватит, вы поняли. Давайте перейдем к менее ужасным мифам. А сейчас, внимание. Хорошие мифы. Лучший переход на другую тему. Вы знаете, что дельфины плавают в море. А знаете, кто еще плавал в море? Мореплаватели. Одним из таких был Христофор Колумб. О, не дурно получилось. Хорош, хорош. Я четко помню, что нас учили, что Христофор Колумб был первооткрывателем Америки. Вспоминайте, нам рассказывали о том, как он путешествовал в 1942 году на своих кораблях, которые как назывались? У Колумба было еще три каравеллы. Ниня, еще. Гордон. Пинта. Пинта, верно. И Марко. Санта-Марина. И Санта-Марина, молодец. Но правильной будет Санта-Мария все-таки. В Америке празднуют день Колумба 12 октября, ведь именно 12 октября он открыл Америку, но позже поменяли праздник на второй понедельник октября. Но что значит открыл Америку? Если вы думаете, что это значит, что он приплыл на совершенно новую пустую территорию, забудьте и вообще никогда никому не говорите. В Америке на тот момент было очень много поселений коренных народов, которые там уже тысячи лет бродили. Открытие Америки означало, что европейцы впервые окажутся там. До этого они знали только старый свет. Это вот эти места. А вот это новый свет, неизведанные земли. Ну, их открыл Колумб. Никаких сомнений ведь нет? Ну, тогда у меня к вам вопросик. Почему Америка называется Америкой, а не Колумбией? Мм? Вот это, кстати, да, да. А все потому, что Колумб сам не знал, что открыл. Он вообще отправлялся... Он в Индию. Он вроде поплыл в Индию, и в итоге попал в Америю каким-то образом. Из Европы в Индию. Да, да, да. Я даже слышал где-то это уже. Читал вроде бы, там, выступ по географии рассказывали, в истории рассказывали. Не помню. Да, как знал, что земля круглая, если поплыть сюда, то приплывешь сюда. Ну, он пытался. Вместо этого наткнулся на Багамские острова, Кубу, Гаити, Мексику. В общем, то, что мы сейчас называем Центральной и Южной Америкой. И подумал, что он приплыл куда надо, и что добрался, наконец, до Азии. И, между прочим, был уверен в этом прям до своей смерти. Обалдеть. Там Азия. Там точно Азия. Что? Нет, это не Азия. Нет, там точно Азия, и я так и напишу в своей книге. Это не Азия, это другой контин... Я не слушаю, там точно Азия. Но в этом не был уверен один человек, тоже путешественник, Америго Веспуччи. Он выдвинул предположение, что Колумб дурень и не до конца во всем разобрался, а новые найденные земли, это не Индия и не Азия, а совершенно новые земли. И были названы они Новый Свет. Америка, как предполагается, и была названа в честь Америго Веспуччи. Смешно то, что ошибка Колумба так сильно отпустилась, отпечаталась на всей истории. Мы сейчас коренных американцев называем индейцами. Никто не задумывался, почему? Да потому что Колумб... А, вот почему! ...думал, что это индейцы, и что они живут в Индии. Обалдеть! Входит, Колумб тот еще неудачник. Поплыл искать одно, нашел вообще другое. За все четыре экспедиции так и не понял, где находится, а название этому месту дали в честь человека, который нашел то же самое, только позже. Чего, блин? Ну вот, что самое интересное. Ни Колумб, ни Веспуччи так и ни разу не ступили на ту землю, которую мы называем Америкой. Тогда кто был первым? Жил-был такой человек, викинг, по имени Эрик Торвальдсен, или Эрик Рыжий. Это ему пацаны погоняло придумали, из-за того, что у него борода рыжая была. Так вот, он мореплаватель, и открыл Гренландию, основав там поселение. Позже его сын, Лейв Эриксон, как в любой РПГ-игре, услышал, что некий мореплаватель рассказывает, что далеко-далеко видел земли, но не уверен. Ну что ж, квест получил, и Лейв набрал команду, и отправился далеко-далеко не отбросить новую территорию. Против них одинаковые звуки были. Но к ней нельзя относиться несерьезно, ведь ученые пришли к выводу, что викинги были первыми европейцами, которые достигли Северной Америки. Бум! Это было за 400 лет до того, как Колумб вообще родился. И викинги назвали эти земли... Винланд! Стрело мне в колено! Да! А почему Винланд? Не знаю! Давай драться! И вот это прям Северная Америка. Та самая. Например, в Нью-Фаундленде ученые обнаружили ранние поселения викингов. И очень вероятно, что в будущем ученые найдут доказательства, что там кто-то был до них. Единственное, что верно, так это то, что после Колумба все узнали про Новый Свет, и начались экспедиции массовой ух... Это коренных жителей. Это ужасно. И все в таком духе. Так что если вам кто-то говорит про то, что Колумб открыл Америку, сразу парируйте тем, что был доколумбовый трансокеанский контакт. Люди будут в шоке от того, что вы сказали, и больше никогда не будут с вами спорить и вообще разговаривать. А вот нечего умничать. Будет вам уроком. Вот так вот. Надо говорить проще. Проще обуть. Но сейчас, зная историю почти всех стран и почти всех народов, нам доступна новая информация, что это было не совсем так. Ну вот честно, вам самим-то как больше понравилось бы? Христофор Колумб, Великий Первооткрыватель или Бородатые и Вонючие Викинги? Кстати, насчет викингов. Когда вам говорят слово викинг, вы представляете... Ух, подводочка. Огромного бородача грязного и вонючего, и еще у него шлем с рогами. Вот такой вот. Ну... Издевительно, нам как бы так их показывают. Но есть очень популярный сериал, он так и называется, Викинги. Меня еще часто сравнивают с этим парнем оттуда. И в этом сериале вы не найдете шлемов с рогами. Почему? Потому что его помогают снимать историки, и он пытается быть достоверным. В общем-то, викинги не носили шлемы с рогами. Кто угодно носил. Японцы. В Дании носили. А ведь классная штука. Точнее, может и носили, но все эти страны делали это в ритуальных целях. В бою, разумеется, нет, потому что это просто глупо. Какой-нибудь чертило будет махать топором и точно попадет тебе по шапке, на которой есть пара рогов. Это же вообще неудобно. Поэтому нигде и никогда не было найдено шлема с рогами, принадлежащему викингу. Вот так выглядели настоящие шлема. Обычные, скучные и правильные. Но с чего вообще пошел этот миф? Август Мальстром. Среди 19 века. Типа, почему сейчас все как-то ассоциируют шлемы с рогами, именно с викингами? Изображал викингов вот так. С чуть видными рожками. Примерно в это же время великий композитор Рихард Вагнер пишет «Кольцо Нибилунга». Это опера, где сюжет заимствован из германско-скандинавской мифологии. Часть оттуда вы точно должны знать. Часто в фильмах слышали. О, поет валькирия. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот. Прикольно. А художником по костюмам к этой опере был Карл Эмиль Доплер. Это немецкий художник и иллюстратор. И вот, как он их изображал. А, вон рога уже, крылья. С этих самых пор миф распространился, и все вокруг думают, что викинги носили шлемы с рогами. Даже в магазине реквизита не проблема найти такой. Хотя никакой исторической достоверности в этом нет. Ах, да, насчет огромных породачей, у которых нет сострадания. В среднем у этих Карланов был рост 172 сантиметра. А приборы личной гигиены – это самое частое, что можно найти на раскопках в местах захоронения викингов. Пинцеты, щипчики, ушные палочки, расчески и даже мыло. Говорят, что они очень даже за собой ухаживали. Скорее всего, они даже лучше пахли, чем мужики после работы в метро. Скорее всего, этот миф придумали или приукрасили монахи и священники, так как викинги очень любили грабить церкви и монастыри. В общем-то, знают по жизни, чем хотят заниматься. Ну, каждому свое. Они хотя бы определились. А ты? Просто я это к чему? Определиться с тем, чем ты будешь заниматься по жизни, очень важно. Вот уикингов не было другого выбора, кроме как грабить и убивать. А у тебя-то выбор есть. Поэтому я хотел бы познакомить тебя с онлайн-университетом. О, ну завтра покушает, это хорошо. Хороший ролик. Мне нравятся подобные ролики, я от них кайфую. Тем более, Женя рассказывает классно, классно. И знаете, что я хочу сказать? Выпуски старые классные, но новые еще все-таки круче. И видно, что автор, во-первых, кушает и растет. Типа растет в своем продакшене. Он прям вырос до каких-то уже таких высот. Это очень круто. То, что он сейчас снимает, как он снимает, это во, респект. Поэтому, Женя, ты красавчик. А я что могу сказать? Смотрите дальше. Ссылка на оригинал в описании. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите дальше, пишите. Смотрите третий выпуск, четвертый и так далее. И всем пока. Пау.